Кошечка Муся всегда была единственным животным и приют теперь вызывает у нее шок. Муся, наша вчерашняя новенькая киса в домашнем мини-приюте Людмилы Черницкой, весь день просидела в переноске, вышла ночью, нервничает, ворчит на все вокруг. Конечно, после того, как она жила одна в доме, увидеть такое количество животных, да еще и собак, любой занервничает, но выхода другого нет, волонтеру ее отсадить некуда, все комнаты заняты, надеемся, постепенно привыкнет. Друзья, пожалуйста, помогите, кошечку нужно стерилизовать, а у Людмилы Черницкой, кроме нее, еще 6 девочек-подростков. Для нас это огромная сумма, выделить на стерилизацию не с чего, все средства уходят на питание и лечение хвостов. Мне никак без вашей помощи не простерилизовать их. Пожалуйста, помогите, нам очень нужна ваша помощь, говорит хозяйка приюта. Ну и пару слов о партемонии, конечно же. Мальчик кушает. Это, конечно, первые дни хозяйка приюта ему много насыпала. Вчера и сегодня. Теперь будет поменьше давать. Перекармливать тоже не очень хорошо. Надеюсь, скоро люди въедут и будет ему веселей. Но вольер, я так поняла, мне все равно надо построить. На всякий случай. Должно быть хотя бы одно пустое место обязательно. Этот последний вольер, который только закончили, в нем Дик живет. Строила для своих, а теперь он в нем один, как царь, говорит женщина о пустующем в доме по соседству. Дик хорошенький, миленький песик. Не сильно большой. Его бы вымыть хорошенько, да постричь и будет красавец. Ну, конечно, уже сейчас зима впереди. И, скорее всего, стрижка будет отлаживаться аж до весны. Но ничего, дождемся весны. Мыли все живы и здоровы. И тогда уже Дик, извиняюсь, Артемон преобразится. Но пока вот такие новости. А может, действительно, въедут люди в этот домик, и ему будет с ними хорошо, и уже тогда не надо будет его куда-то забирать и искать какие-то для него ручки. Продолжение следует...